Здравствуйте! Вы смотрите События недели в студии Сергей Янин. Чем запомнились минувшие 7 дней об этом в нашей программе? Главная тема коротко. Заменили трубы, обновили крышу. Ребята работают хорошо, быстро делают, качественно. Чуваши до конца года должны завершить капитальный ремонт 125 многоквартирных домов. Обещал помочь с госконтрактами за денежное вознаграждение. В ходе следствия Викторов свою вину признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В Чебоксарах вынесли приговор бывшему руководителю Республиканской службы занятости населения. Кому лекарство, а кому горячительный напиток? 163 за эти 9 месяцев было отравление суррогатами алкоголя. Депутаты Госсовета Республики выступили с инициативой ужесточить товарооборот спиртовых настоек. Повышение рождаемости и поддержка многодетных родителей. У нас традиция, всегда чувашская традиция была. Многоденные семьи это было как обычно. В Чувашии торжественно открыли год матери и отца. С 1 января 2017 в Чувашии повысится размер минимального взноса за капремонт на 28 копеек. Платить мы будем чуть больше 6 рублей за квадратный метр. Отмечу, что в этом году в Республике должны были отремонтировать 522 многоэтажки. С жителями одного из таких домов на этой неделе встретилась наша съемочная группа. Я плакала от того, что безысходности все, ничего не могли сделать, все заливало, заливало без конца. А сейчас, конечно, это от радости. Пенсионерка Екатерина Краюшкина показывает результаты проведенного в доме капремонта. Здесь заменили водопроводные трубы и проводку. А на днях приступили к ремонту кровли. Хотя еще год назад эта хрущевка трещала по швам. Ой-ой-ой, это страшно. То течет, то унитаз менять надо. Тырки, это чугунные столбы. В общем, подыревались. Я со второго этажа на первый этаж. Потом было у меня. Теперь очень хорошо все. У меня сменили трубу в Дянове, где вот там умывальник. Там породка и труба. Потом заменили унитаз. Ребята работают хорошо. Быстро делают, качественно. В доме 68-го года постройки капитальный ремонт проводится впервые. В этом доме полностью заменили стояки и разводку. Кроме того, здесь по новой технологии обновили систему канализации. Если раньше, чтобы отремонтировать трубу, ее приходилось полностью раскапывать, то бестраншейный метод реконструкции трубы позволяет не вскрывать систему холодного водоснабжения. Эти трубы не подвержены коррозии. И, по словам специалистов, срок их службы около 150 лет. Что касается ремонта кровли, то здесь у специалистов возникли проблемы. Оказалось, еще на этапе строительства дома рабочие нарушили технологию устройства крыши. После вскрытия увидели то, что нужна полностью замена стропил. Стропильной части Мурлатов. Вышли, позвали технозоров, вышли с предложением этим к оператору. Ну и согласовали нам, что да, ну будем менять все. Между тем, в доме по улице Маршака еще предстоит провести ремонт системы теплоснабжения и фундамента. Жильцы говорят, по программе очередь по этим видам работ дойдет до них лишь в 2041 году. Но пару лет назад фасад дал трещину, которая с годами только увеличивается. И собственники квартир переживают, что дом может рухнуть. Поэтому сейчас жильцы собирают документы, чтобы перенести дату капремонта фундамента. Они уже получили результаты экспертизы о состоянии конструкций. И с этими документами пойдут в управление жилфондом города. По закону, в таких экстренных ситуациях чиновники могут приблизить сроки проведения капитального ремонта. Кстати, саму республиканскую программу специалисты периодически корректируют, исходя из обновленных данных о состоянии жилых домов. Мы в этом году актуализировали в очередной раз долгосрочную программу капитального ремонта. В очередной раз сделали повторно, скажем, новые справки о физическом износе по каждому квартирному доме в нашей республике. И, соответственно, на основании обновленных данных у нас очередность немножко поменялась. Это связано с тем, что, во-первых, мы теперь на уровне региона в Чувашской республике утвердили отдельным документом критерии определения очередности проведения капитального ремонта. В Министерстве строительства Чувашии говорят, в этом году в республике уже отремонтировали 397 домов. На очереди еще 125. Их реконструкцию должны завершить до начала января. Кстати, фонд содействия реформированию ЖКХ ежеквартально составляет рейтинг регионов по реализации программы капремонта. Эксперты учитывают собираемость взносов, количество обновленных домов и качество составления плана. По этим показателям Чувашия сейчас занимает третье место. Мария Никифорова, Мария Николаева, Виктор Степанов, Вадим Владимиров. Вести. Чебоксары. Глава Чувашия Михаил Игнатьев на этой неделе принял участие в селекторном совещании, которое провел в Оренбурге премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В ходе него обсуждались вопросы охраны здоровья матери и ребенка. В своем выступлении Михаил Игнатьев подчеркнул, что в республике в прошлом году зарегистрирован самый низкий коэффициент младенческой смертности в России. 3,3 на тысячу детей. Для сравнения, в стране этот показатель равнялся 6,5. Глава Чувашия также внес предложение по разработке новой федеральной программы строительства и реконструкции детских больниц. Многие здания, построенные в 70-е годы прошлого века, уже не соответствуют современным требованиям. Кроме того, Михаил Игнатьев отметил, что необходимо пересмотреть вопросы о суммарном коэффициенте рождаемости. Тогда регионы-лидеры смогут получать софинансирование с федерального бюджета. Это касается ежемесячных выплат родителям в связи с появлением третьего ребенка. Отмечу, что Чувашия имеет один из лучших демографических показателей в стране. Коэффициент рождаемости у нас составляет 1,9, что несколько выше общероссийского. Год заканчивается, а средства дорожного фонда Чувашия освоены лишь наполовину. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Михаила Резникова, среди главных причин банкротство Чуваш-Автодора и погодные условия. Максимум, что до конца года сможет освоить республика от 60 до 75 процентов от более чем 4,5 миллиардов рублей. Из-за банкротства одного из ведущих дорожных предприятий республики пришлось расторгать ранее заключенные договоры. Затем снова объявлялись торги и в результате к реальным работам дорожники приступили гораздо позже намеченного. Погожих дней для завершения всех запланированных объемов не хватило. В итоге в этом году удалось отремонтировать 195 километров автомобильных дорог. До 20 декабря будет введена в эксплуатацию магистраль в микрорайоне Новый город. К этому же сроку, но с оговорками, администрация города примет и дорогу по проспекту Геннадий Айгин. В следующем году подрядчики должны будут достроить ливневку и часть полотна. Строительство Ядренского моста и автотрассы Морпосад-Кушникова также будет продолжено лишь в следующем году. На сегодня не подписано соглашение по Ядренскому мосту. Здесь, я считаю, слишком много ошибок было допущено ранее. Ну и плюс в какой-то степени неорганизованность, контроль казенного учреждения Чуашу-Пардор. И по дороге Морпосад-Кушникова здесь выпадает 45 миллионов федеральных средств за счет того, что подрядчик водорострой не справился с условием контракта, не успел положить асфальт. Из 4 километров всего положено асфальта на 500 метров. В Чувашии вынесли приговор бывшему руководителю Государственной службы занятости населения. Его осудили за взяточничество. Следствие установило, что в августе и декабре прошлого года Сергей Викторов пообещал двум фирмам из Чебоксары Москвы помочь в заключении госконтрактов на поставку программного обеспечения. В том числе дать возможность подготовить выгодные для них коммерческие предложения и направить их для участия в аукционах. Естественно, за денежное вознаграждение. Эти факты и преступления раскрыли сотрудники управления ФСБ России по Чувашии. Общая сумма взяток составила 244 тысячи рублей. В результате этого содействия с этими фирмами было заключено 70 государственных контрактов на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей. В ходе следствия Викторов свою вину признал в полном объеме. Заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд счел возможным назначить ему наказание не связанное с реальным лишением свободы. То есть ему было назначено 2,5 года лишения свободы условно со спустарательным сроком 2,5 года. Со штрафом 600 тысяч рублей и с лишением права замещать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на 2,5 года. Борьба с фанфуриками выходит на новый уровень. Депутаты Госсовета Чувашии на этой неделе выступили с инициативой ужесточить товарооборот спиртосодержащей продукции, свободно реализуемой в аптеках. С таким предложением парламентарии обратились к премьер-министру правительства России Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Наряду с вопросом, пить или не пить, другой, продавать или не продавать. Безобидные пузырьки можно свободно приобрести во многих аптеках. Их часто спрашивают пожилые люди. Жидкости мы продаем лечебные, настойки боярышника, валерьянки, пустырника, кроволол тот же самый. Это все-таки людям необходимо и успокаивающее как действие. Пока одни лечатся, другие калечатся. Особым спросом у любителей аптечных напитков пользуются асепталин. Видимо, привлекает большой объем и низкая цена, рассказывает заведующий отделением острых отравлений БСМП Александра Прохоровская. Асепталин, по сути, это 90 или 70% спирт. За этим скрывается замаркированный этиловый алкоголь или этанол. 163 за эти 9 месяцев было отравление суррогатами алкоголя. По-видимому, это связано с употреблением различных суррогатных спиртов, которые население часто приобретает, я так думаю, именно в аптеках. Хронический гепатит, панкреатит, язвенная болезнь – наиболее распространенные диагнозы у лиц злоупотребляющих так называемыми фанфуриками. Однако аптеки и их продающие никаких законов формально не нарушают. И многие сети, отказываться от подобной прибыли, не намерены. Решать проблему необходимо законодательно, причем не на местном, а на федеральном уровне. Именно поэтому чувашские депутаты обратились в Москву. Необходимо внесение введений в федеральное законодательство о том, чтобы ввести акцизы на такой товар. То есть фактически этот спирт, так называемый, он дешевый в связи с тем, что он не подакцизный. И второе обращение, которое мы поддержали, это о снижении объемов продаваемых, так сказать, спиртосодержащих продукций. Введение акцизов и уменьшение объема флаконов для лекарственных настоек, по мнению инициаторов, должны снизить спрос на спиртосодержащую продукцию у любителей аптечного горячительного. Депутаты надеются, что их предложения найдут поддержку у федеральных коллег. Вероника Павлова, Виктор Степанов, Песня Чуваша. В Чебоксарах на этой неделе подвели итоги уходящего года российского кино и года человека труда в Чувашии. Какими событиями он запомнится и чему будет посвящен следующий, 2017-й, расскажет наш корреспондент Мария Никифорова. Подводя итоги уходящего года, специалисты подчеркивают, в 2016-м в республике появилось еще больше проектов, которые помогают чувашскому кинематографу выйти на российский и даже международный уровень. Воссоздали Чувашкино, которое было 90 лет назад работал в нашей республике. И в связи с этим, хотел бы сказать, что мы сегодня притягиваем новых кинорежиссеров, молодых, перспективных, которые, я думаю, хорошие расскажут историю нашего народа. В год российского кино в нескольких районах Чувашии открылись кинозалы, о чем раньше сельчанам приходилось только мечтать. Благодаря федеральной поддержке современные кинотеатры появились в Валатаре, Канаше, Шумерле. А скоро такие же площадки будут созданы в Цивильском, Мариинском, Посадском и Вурнарском районах. Также в этом году огромное внимание уделили людям рабочих профессий на селе и в городах. Но кульминация торжества – это, конечно, церемония открытия Года экологии в России и матери, и отца в Чувашии. В 2017 году в нашем регионе предполагается очень много мероприятий, прежде всего по двум векторам. Первый вектор – это экологическое образование населения, а второй вектор – это экологический контроль, общественный контроль, который позволяет выявить несанкционированные свалки на территории нашего региона. Семья Пашковых – победители республиканского конкурса «Семья года-2011». Сегодня их копилка наград пополнилась благодарностью главы Чувашии. В семье Татьяны и Владислава четверо детей. Старшему из них 19 лет, а младшим двойняшкам – 9. Кстати, в ноябре Пашковы отметили 20-летие совместной жизни. У нас традиция, всегда чувашская традиция была, многодетные семьи, это было как обычно. Поэтому, когда многодетные семьи, они всегда помогали дома. Если на кого-то надеяться, на что-то надеяться, это тоже как бы человек постоянно привыкает. Специалисты говорят, в следующем году в республике планируют реализовать немало проектов, связанных с Годом экологии и Годом матери и отца. В приоритете, конечно, будут повышение рождаемости, поддержка многодетных семей и охрана окружающей среды. Мария Никифорова, Виктор Степанов, Вести, Чебоксары. Мы прервемся на рекламу, она не будет долгой. Смотрите во второй части программы. Без стекол и фар ржавеют во дворах. Жители домов пишут жалобы о том, что транспортное средство стоит на дворовых территориях. В Чебоксарах эвакуируют брошенные автомобили. Уроки астрономии и история космонавтики. В целом мы планируем, что в январе экспертизу получится. Столица Чувашия планирует построить современный планетарий. В гостях у сказки. Костюмы придумывали мы сами и сейчас тоже все делаем не спланированно, а как хотим. Чебоксарские школьники готовятся к массовому новогоднему шествию сказочных персонажей. В магазине «Управдом» до конца декабря скидка 20% на весь товар. Огромный выбор линолеума, ламината, паркета и дверей. «Управдом». Выгодно. Удобно. Проспект Мира 4. Наш сайт управдом.ком. Здравствуйте. Прослушайте информацию о погоде в студии Егор Алексеев. Генеральный партнер программы – магазин напольных покрытий «Управдом». 18 декабря в республике Пасмурно. Небольшой снег. Ветер западный 3 метра в секунду. Днем в Чуваши минус 5, минус 6. В Чебоксарах 6 градусов ниже ноля. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха до 89%. Партнер программы – компания ритейлер одежды «Мапая». Российская сеть мультибрендовых салонов модной элегантной женской одежды больших размеров «Ева Графова». Следите за погодой и будьте здоровы. Новогодняя ночь в платье от Ева Графова. Кружевные, бархатные, строгие и романтичные. На любой вкус. Стань королевой. ТРК МТВ-центр. Седьмой всероссийский смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий, инноваций и традиций снова дал высокую оценку продукции Чебоксарского хлебозавода номер один. Среди более чем трехсот наименований изделий, представленных полусотней предприятий со всей страны, хлеб крестьянский был удостоен золотой медали. Серебром отмечены сдоба с маком и слойка с яблочной начинкой. Успешно конкурировать с ведущими российскими предприятиями первому хлебозаводу позволяет команда профессионалов, которая бережно хранит рецептуру изделий и применяет только натуральные ингредиенты, не забывая о модернизации производства. Мы применяем современные технологии, которые позволяют нам обеспечить жителей города Чебоксара, Чувашской республики высококачественной продукцией. Тепло рук хлебопеков хранят все изделия хлебокомбината номер один. Именно это и помогает так высоко держать планку качества и создавать настоящие кулинарные шедевры. На международном смотре качества кондитерских изделий «Медовый торт с мастикой» был признан лучшим заказным тортом России 2016 года. У мягкой мебели потерлась обивка, она вышла из моды или просто разонравилась вам? Не нужно выбрасывать диван или отдавать на перетяжку. Есть прекрасное решение. Итальянские и испанские еврочехлы – стойкие, водоотталкивающие, гипоаллергенные, сшиты из универсальных эластичных материалов. Они с легкостью садятся практически на любую модель дивана, кресла или стула и выдерживают до 50 машинных стирок. Еврочехол станет идеальным подарком близким или своей семье на Новый год. Ждем вас в фирменном магазине «Еврочехол» в Чебоксарах. ТЦ «Мадагаскар», третий этаж. Хлеб Петровский. Петровский поздравляет вас с наступающими новогодними праздниками. Пусть на вашем столе всегда будет свежий, вкусный и полезный хлеб от Петровского. Путь к сердцу мужчины лежит через кухню. «Неокухни» – это сочетание дизайнерской мебели и фабричного качества, собственное производство на импортном высокоточном оборудовании, новогоднее снижение цен при заказе любой корпусной мебели до 30. С 1 декабря скидка 30%. «Неокухни» – кухня с душой в сердце вашего дома. Новогодняя ночь в платье от Ева Графова. Кружевные, бархатные, строгие и романтичные. На любой вкус стань королевой. ТРК МТВ-центр. Магазин низких цен «Стройландия». Ванна Боу-Профи. Стальная. 150 сантиметров. 2890 рублей. 170 сантиметров. 2990 рублей. Новочебоксарск. Улица Восточная, 10Б. Чебоксары. Улица Николаева, 14А. ТК Николаевский. Забота о родных – долг каждого. Позаботьтесь о здоровье своих близких. Прием эндокринолога, невролога, ревматолога. Томография плюс 22-24-24. В новогодней суете позаботьтесь о здоровье. В аптеках ВИТО вас ждут выгодные цены и новогодние скидки до 25%. Аптеки ВИТО. Ваше здоровье – наша забота. Потерял ключи от автомобиля? Не беда. Скрытие автомобиля. Восстановление ключей с чипами и без. Оперативно и с гарантией. Торговый центр Москва. Телефон 44-38-74. В эфире события недели. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем. Зарплата государственных служащих в Чувашии в следующем году увеличиваться не будет. Об этом на заседании правительства завел руководитель администрации главы республики Юрий Васильев. По его словам, подготовлен законопроект, который предусматривает заморозку окладов чиновников до 1 января 2018 года. Как сообщает официальный портал органов власти, заработная плата государственных служащих не увеличилась в Чувашии с 2014 года. На заседании Кабинета министров также обсудили увеличение размера некоторых социальных выплат. Например, вырастут пособия на детей. В соответствии с представленными расчетами, с учетом вносимых изменений, размера ежемесячных пособий, государственных пособий на детей, у нас 4 категории граждан, 54 видов пособия, увеличивается в целом от 1 рубля до 324 рублей. Сегодня в Чувашии пособия получают 72,5 тысячи детей, увеличат выплаты опекунам, приемным родителям и патронатным воспитателям. Здесь максимальный рост доплаты может составить 1500 рублей. Для этого в бюджете заложили более миллиарда рублей. Кроме того, обсудили увеличение пособий для ветеранов и жертв политических репрессий. Так Кабинет министра постановил назначить ветеранам труда ежемесячные выплаты в размере 1100 рублей. Труженикам тыла 1044 рубля. Признанные пострадавшими от политических репрессий будут получать 2345 рублей. Реабилитированные лица 2634. Без стекол, фар и номеров в Чебоксарах эвакуируют брошенные во дворах автомобили. Куда их увозят и через какое время хозяин уже не сможет вернуть свое авто, узнавала наша съемочная группа. Вместо стекла полиэтиленовый пакет, номера отсутствуют, а из подснежной шапки выглядывают пустые глазницы фар. Такие автомобили нередко можно встретить во дворах. Некоторые стоят так уже годами, а покрываются ржавчиной и разрушаются на глазах. Бывает, что они занимают места даже не на парковках. Жители жаловались, а убрать мы их не могли. Сегодня выработан порядок эвакуации подобных автомобилей. Уже на прошлой неделе около 15 автомобилей со дворов эвакуировано. Если подобная развалина стоит больше полугода и хозяин неизвестен, ее могут эвакуировать. Жители домов пишут жалобы в администрации районов о том, что транспортное средство стоит на дворовых территориях, на площадках рядом с детскими площадками. В том, что транспортное средство стоит с разбитыми фарами, без стекол, становится мусоркой для двора. Прежде чем увезти заброшенный транспорт, ищут его владельца. Если собственника так и не удается установить машину, эвакуируют на специальную стоянку. Правда, бывает и такое. Авто увезли, а хозяин внезапно объявился. Это ваша машина? Моя машина. Антонина Сусарина не согласна с тем, что ее авто эвакуировали. Машина стояла на парковочном месте, и в скором времени женщина собиралась ее отремонтировать. Стоянка здесь наша, мы ее сами оформляли, никому она не мешает. Вряд ли можно сказать, что он мешал, потому что у нас достаточно парковочных мест, но в других дворах заброшенные автомобили, особенно без номерных знаков, которые превратили в автохлам, конечно, очень мешают, захламляют и двор, и мешают проезду также экстренных служб. Обнаружить свое авто владельцы могут, обратившись либо в дирекцию гаражных хозяйств, либо в администрацию своего района. На специальной стоянке автомобиль простоит около года. После того, как проходит буквально год, соответственно, дирекция гаражных хозяйств подает исковое заявление в суд о признании данного транспортного средства о безхозяина. И суд постановляет о том, что на данное транспортное средство не находится ни одного владельца. После решения суда такой бесхозный автомобиль будет утилизирован. В сентябре этого года Владимир Путин подписал указ о создании в России национальной гвардии. Во всех регионах страны завершился первый этап формирования территориальных отделов. О первых итогах создания новой силовой структуры в Чуваше на этой неделе рассказал начальник отдела Росгвардии по республике Алексей Ежеев. Отдел Росгвардии по Чуваше на сегодня сформирован. В его состав вошли ОМОН, СОБР, а также подразделения лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны. На отдел национальной гвардии по Чуваше будут возлагаться такие задачи, как участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, государственный контроль за соблюдением законодательства в области оборота оружия, охрана особо важных и режимных объектов. Одним из основных предназначений национальной гвардии является участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности граждан Чувашской республики. Успех в этом деле напрямую зависит от эффективности работы всего силового блока республики. Поэтому в повседневной служебной боевой деятельности наш отдел шляет работу в тесном взаимодействии с подразделениями МВД по Чувашской республике, управления ФСБ МЧС России по Чувашской республике, а также с органами исполнительной власти и общественными объединениями. В столице Чувашия все же построят современные планетарии. Этот вопрос на неделю обсудили в Доме правительства. Правда, Министерство культуры республики предложило альтернативный вариант усилить мемориальный комплекс Андриана Николаева в Шоршилах. Сметная стоимость проекта по строительству планетария на Малой Родине летчика-космонавта номер 3, по словам министра культуры Константина Якулева, вместе с оборудованием составит около 300 миллионов рублей. Реконструкция детского парка имени Андриана Николаева в Чебоксарах обойдется дороже. Однако посещаемость трехэтажного многофункционального комплекса в столице республики, несомненно, будет выше. В школу города обучается более 50 тысяч человек. Появится возможность проводить уроки астрономии для ребят из районов. Здесь планируют разместить 18 интерактивных площадок, кинолекционный зал, кафе. Планетария может стать еще одним чебоксарским туристическим брендом. К тому же и дочь легендарного космонавта Андриана Николаева, Алена, ее прославленная мама Валентина Терешкова выступает за то, чтобы новый планетарий появился именно в Чебоксарском детском парке. Мы его не активизировали, потому что понимали, что нет средств. А изначально же мы планировали его включить в программу 550-летия и привлечь федеральные средства. Но так как по программе финансирования нет, поэтому мы и активность, может быть, здесь снизили. Но сейчас готовы еще раз включиться, просмотреть, выйти на нужную сумму, скорректировать. Потому что, как уже обозначали, здесь 275 миллионов рублей у нас заложено на оборудование. Там, конечно, его можно координировать, менять, что-то оставить, что-то добавить. В целом мы планируем, что в январе экспертизу получим. Министерство спорта Чуваши объявляет акцию «Моя спортплощадка». К участию приглашают всех неравнодушных жителей республики. Суть акции в том, чтобы сообщать в министерство о ненадлежащем содержании открытых спортивных площадок. Хоккейных коробок, катков, лыжных трасс. Для этого необходимо сделать фото и разместить его на своей странице в социальной сети ВКонтакте. В фотографии добавить хэштег «Спорт21» или «Моя спортплощадка». Также нужно обязательно указать место, где сделан снимок. Министерство обещает, что каждый проблемный объект возьмут на контроль. Провести такую акцию чиновников побудила программа «Фетисов», которая вышла на телеканале «Звезда». Гости передачи обсуждали развитие спортивной инфраструктуры в стране. Ключевым сюжетом стала история из «Аллатрия», где пришел в упадок единственный в городе хоккейный стадион. Местные энтузиасты, любители этого вида спорта, обивают пороги администрации. Однако денег в бюджете города на восстановление площадки не заложено. В Минспорте чуваши говорят, что об этой «Аллатрской» проблеме узнали только из федерального эфира. К сожалению, от муниципалитета за все годы моей работы мы не получали никаких заявок для участия в федеральной целевой программе по строительству физкультурно-спортивных комплексов открытого типа. И той проблемы мы, конечно же, о той проблеме, которая существует, мы не слышали. В настоящее время готовятся документы для передачи спортивного объекта для развития инвестору, который готов взяться за это дело, имеет опыт. Российских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в этом году отстранили от участия в Паралимпийских играх в Бразилии. Многие считают это решение несправедливым. Однако посыпать голову пеплом люди, ежедневно преодолевающие себя, не намерены. Они упорно тренируются и продолжают готовиться к соревнованиям. О том, как в Чувашии развивается спорт инвалидов и какие достижения есть на сегодняшний день, нам рассказал председатель физкультурно-спортивного клуба «Феникс» Юрий Степанов. К нам приходят люди с инвалидностью. То есть мы сначала с ними беседуем, спрашиваем их желания, по каким видам они хотят заниматься. У нас культивируются такие виды легкая атлетика, бадминтон, то есть парабадминтон, стрельба из лука, дартс, пауэрлифтинг. На сегодняшний день в нашем клубе где-то 55 человек состоит. Но из них хочу отметить, что регулярно занимается человек 30 спортом. Остальные по ряду причин многие работают, то есть они не могут постоянно посещать спортивные залы. Но каждые выходные у нас в адаптивной спортшколе, где мы базируемся, клуб «Феникс» проводятся различные виды соревнований. До меня председателем клуба была Степанова Зинаида Кирилловна. Она стояла у истоков, собирала людей, они строили вот это здание, добивались. Она собрала такой круг, потенциал среди инвалидов и развивали вот эти виды спорта, которые я перечислил. У нас около 20 мастеров спорта на сегодняшний день. Вот из 55 человек это 20 мастеров спорта России. У нас еще кроме этого два мастера спорта России международного класса. В 2013 году, по итогам 2019 года, был объявлен конкурс общероссийский среди российских спортивных союзов инвалидов. Наша организация заняла первое место по России. Это, я считаю, очень огромный вклад для нашей республики, потому что мы перешагнули такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Омск, Тюмень. По итогам чемпионатов России, Европы, мира и Паралимпийских игр мы заняли первое место. У нас вот на сегодняшний день самая хорошая школа по спортивной игре дартс. На протяжении уже 20 лет наши спортсмены каждый год из ряда, из года в год занимают первые места и общекомандные, и личные. И специально к нам приезжают, чтобы выиграть у наших спортсменов. У них идет такая конкуренция, но пока не получается. У наших спортсменов это очень большая работа. А потом у нас пара бадминтон, самая сильная школа по России. Это пара бадминтон, по которому играю я сам. На будущее у нас планы, конечно, грандиозные. Это хочу собрать инвалидов, которые сидят дома и потащить, я бы скажу, в спортзал. Вот недавний пример у нас. Один спортсмен, сейчас член нашего клуба, два года назад мы его нашли. Он даже не мог с постели встать самостоятельно. Вот посещая сейчас тренировки, вот сегодня он вообще восемь раз протянулся, достиг таких успехов, он уже самостоятельно ездит на машине, сам передвигается на коляске. Чего он раньше не мог этого делать самостоятельно. Для занятия спортом сейчас созданы все лучшие условия. Вот было бы желание. То есть изъявить желание прийти в спортзал, не откладывать на завтра, вот взять встать и прийти. Мы всегда рады, вот, или обращаться к нам, вот, в физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Феникс», который сейчас находится на Карломарсе 17, вот, в здании адаптивной спортшколы. Чебоксарские школы превращаются в волшебные дома. В этом году ученики вместе с учителями не просто украшают классы и коридоры к Новому году, а оформляют их по мотивам сказок. Причем учебные заведения еще и соревнуются друг с другом в городском конкурсе. Четвертая гимназия уже украшена. Вместе с привычными снежинками на окнах красуются фигурки балерин, а в фойе школьников встречает Золушка. Здесь все напоминает любимую с детства сказку Шарля Перро. Украшали школу всем миром, старались как малыши, так и старшеклассники. Конечно, не обошлось и без вклада родителей. Родители все сделали сами своими руками. Начиная от того, что натянули ниточки, привязали каждый шарик, которых 500 штук. Все сами залезли, сами повесили. Дети украшали елку. Все мы вместе смотрели, чтобы получилось в одном стиле и красиво. Все делали сами. В школе уже начались новогодние конкурсы и балы. Девочки признаются, что в такой атмосфере они чувствуют себя не ученицами, а героинями любимой сказки. Я пришла и все так красиво, сказочно, нарядно. Стоит Золушка, елка, игрушки разные висят. Теперь, когда школа такая нарядная, в школу хочется ходить еще больше. А зайдя в этот кабинет, уже попадаешь в другую сказку «Волшебник изумрудного города». Здесь дети готовятся к первому городскому параду сказок. В полдень, 24 декабря, на площади республики начнется массовое шествие персонажей. В нем будут участвовать ученики 59 школ. Причем каждый ошьет костюмы в тематике своей сказки. Костюмы придумывали мы сами. И сейчас тоже все делаем не спланированно, а как хотим. Чтобы нравилось нам. Родители нам помогают. Они приносят нам материалы разные, мишуру, например, крылья. Возглавит данное шествие духовой оркестр из Деда Морозов, ростовые куклы. И, возможно, сани, которые поедут также от площади республики, возглавят всю дружную команду, всю колонну, сказочную колонну. Более 600 человек окажутся на Красной площади и откроют вместе с российским Дедом Морозом нашу резиденцию в городе Чапоксаро. И зажгут главную елку горной Чапоксаро. Праздничное шествие завершится массовым хороводом и награждением победителей конкурсов на лучшее оформление школы и самый оригинальный сказочный костюм. Татьяна Шинжаева, Вадим Владимиров, Вести Чапоксары. На этом наша программа завершается. Я желаю вам интересных событий и только хороших вестей. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова